Всем море приветов, друзья, и, конечно же, гости моего канала Нептун, это я. Сегодня начинаем прихождение новенького, очередного, ладно, не новенького, но очередного сюжетного хоррора. Значит, Never Again. Это сюжетный хоррор-квест от первого лица, суть которого в исследовании локаций и разгадывании загадок, плавно погружаясь в драматичную историю маленькой девочки, страдающей астмой. То есть, вот как-то так. На самом деле, я очень давно хотел эту игру пройти, она у меня была куплена в Стиме, может, уже полгода, как она лежит. Как-то вот все, руки не доходили, но теперь хочу пройти. Также очень важно, что эту игру сделали наши разработчики из России, поэтому вдвойне приятно. Желаю всяческих творческих успехов разработчикам. Ссылочка на Steam-страничку будет в описании под видео, конечно, можете поддержать. Итак, новая игра, погнали. Очень приятная музыка, кстати, играет на заставке. Я должен это отметить. Блин, эффектное начало. Черт. Круто. Давайте. Нажмите любую игру. Кстати, движок Unreal Engine, так что... Чисто в теории графон не должен быть. Нет, страдания сильнее, чем вспоминать счастливые дни в дни несчастья. Данте. Так, мы, так понимаю, играем за девочку, да? За эту самую? Я думал, что это какой-то второстепенный персонаж. Либо все будет на фоне нее, так тяжело дышать. Нужен ингалятор. Вау. Очень миленькое все. Так. Все говорят мне, что я очень любопытный. Хочу везде залезть и все потрогать. Так, захватить, использовать, поднять. Осмотреть, взаимодействовать, посмотреть замочную скважину. Окей. Так, можно брать предметы. Слушайте, неплохо. По графике так дик-дик-дик-дик. Это я понял, да? Это двигать. Скорее всего. В таких играх взаимодействие понятное мне. Так. С. Черт. Ну, явно не буду прятать ингалятор так далеко. Наверное, где-то рядом. Медвежонок, помоги. Так. Мишка. Где ингалятор мой? Домик? Куча кубиков в домике ингалятора нет. Так, крючочек. Ты не будешь поднимать, нет? Ааа, задыхаюсь. Может, он вообще не в этой комнате? Нет, подожди. Я не могу дышать. Может, я слепой? Может, он где-то подо мной, нет? Может, под кроватью? О, реально, можно смотреть. Это че? Зашибись. Восемь, девять, десять. Я иду искать. Воспоминания. Так, можно приблизить, посмотреть. Окей. Блин, красивые пейзажи, кстати. Только почему я здесь? Это что, маяк? Или какой-то дом на берегу озера? Ой, ну, на берегу моря. Начало очень приятное, кстати, должен отметить. Ну, это, конечно, страшно. Приступ астмы. Эмма, постой. Подожди меня. Я по тебе очень скучал о достижении. Я имею в виду, начало красивое в том плане, что атмосферно, а музыка приятная. Так, коробки можно двигать. Не знаю, зачем я это делаю. А, они еще открываются, что ли? Не-не-не-не, подождите. Вдруг они пусты? О, чернота. Ага. То есть, когда я теряю сознание, это как бы гейм-овер, но непосредственно гейм-овер, я так понимаю, здесь нет, да? И, эм... Я просто просыпаюсь заново. Так. Может, это ингалятор? Я ненавижу, когда случаются приступы астмы. Это меня очень пугает. На ЭР, да, ингалятор? Кто там? А я просто думал, что под кроватью там какое-то барахло лежит. Я думал, что ингалятор, ну, какой-то более стандартного вида. Там, чубик, знаете, как в фильмах. Можно посмотреть щелочку. Воу! А какого это хрена? Там что-то в жутком... В жуткой простыне. Стефан, мама, папа, где вы? Найти Стефана и родителей. Или Стефана. Боже. У Стефана, наверное. Так. Замок. О-о-о. Первая логическая задачка. Нужно узнать пароль. Цифры римские. Чест в теории можно, видимо, найти. Так. Мое любимое дерево. Очень красивый пейзаж. Знаете, дерево просто идеально для того, чтобы на нем сделать таразанку или домик на дереве. Далеко не у каждого во дворе растет такое шикарное дерево. Так. Фотография. Стефан здесь такой неуклюжий. Очень забавный. А, это мой младшебратик. Так. Приближать. Так. Тетрадки. А, нет. Их взять нельзя. Зато можно встать на тубаретку. Ху-ху. Так странно, но это не работает. Лампы не работают, и это очень странно. Лук. Хм. Кубики так странно, видите, выстрелились. Л-О-О и К. То есть, лук. Смотри. По сути, вращать на Ку. А, задержать Ку? Ага. Вот почему они так выстрелились в слово «смотри», лук. Там у нас подсказочка есть. Опа. 7-1-5. Ну, очевидно, что это, скорее всего, отсюда. Так. Сверху или снизу? Так. 7. 1. Что у нас там? Есть внутри кукла. Подозрительная кукла. Ее также можно вращать. Она, кстати, видите, реагирует на вращение. Помните такие куклы? У кого было в детстве? Девчонки, а ну признавайтесь. Типа вот так глаза закрыты, типа она спит. Стоит ее повернуть вот так, и у нее глаза открываются. Она какая-то криповая. Больше похожа не на маленькую милую пупсика-куклу. Больше похожа на типичную кассиршу. Хе-хе. Галя! На кассу, быстро. Все, что мне нужно, находится в дневнике. Так. Дневник. Я могу, видимо, смотреть разные заметки. Вещи. И задания. Так, ингалятор я нашел. Значит, найти Стефана и родителей. Вещи. Все вещи, что мне есть, да? Иногда, когда я очень устал от других людей, или просто не хочу кое-что рассказывать маме, я пишу все свои мысли в этот дневник. Он знает обо мне всем. Словно это часть меня. А, то есть можно взять предмет и, типа, его к чему-то применить, да? Не подходит. Понятно. А это че? Второй че-то зачеркнутый. Шарик, что ли? Или этот предмет нужно найти? Хм. Ладно, окей, понял. Так, вещи, так же воспоминания есть. Муравьи. Так, удушье. Наверное, странное слово для 13-летней девочки, но, к сожалению, оно со мной столько, сколько я себя помню. Мне нелегко живется в окружении посторонних людей. Как мне кажется, все, что мне нужно, это моя семья. Но мама говорит, что общество необходимо для людей. Нужно общаться друг с другом, чтобы не сойти с ума. Папа часто приходит ко мне в школу, чтобы напомнить учителям и осведомить новых преподавателей о том, что у меня астма. А, как листать? А, вот так. Каждый раз одно и то же. Непозволительно подвергать девочку стрессовым ситуациям. В случае чего... Вот мой номер телефона. Фраза уже заученная им наизусть. Моя лишь стою рядом и молча наблюдаю за тем, как учителя сожалеют. И буду делать все возможное, чтобы этого не произошло. Конечно же, все уважают моего папу, ведь он самый известный в городе фармацевт. Ага, медицина, значит. Но сегодня был плохой день. И не только для меня. Я очнулась на кровати у себя в комнате. Рядом сидел папа. И неподалеку стояла мама со стаканом воды. Последнее, что я помню, это... Своего одноклассника, Кристианы. Которые со своими дружками подожгли муравейник прямо возле моих ног. Мне было очень жаль этих маленьких созданий, которые в страхе разбежались в разные стороны. Спасая свои жизни. Но большинству из них этого сделать не удалось. Их маленькие обгорелые тела так и остались лежать на земле. Смешиваясь с пылью и перегноем. Я бы очень хотела им помочь, но не знала как. Я молча стояла, наклонив голову вниз. Слезы скатывались по щекам. Кристиан звонко хохотал, распинывая истлевший муравейник. Люди просто шли мимо, ничего не замечая. Будто бы они не видели, как жестоки человеческие сердца и холодны их души. Мне не хватало воздуха. Сейчас я лежу в своей кровати без сил. Я чувствую себя одним из тех беспомощных муравьев. Блин, печальная история на самом деле. Слушайте, эффектное погружение. Вот чего не хватало давно на канале. Хорошего сюжетного прохождения ужастика. А я такие вещи обожаю. Да, конечно, просмотров не так много, как, допустим, на ФНАФе. Но все равно я обожаю, поэтому буду это дело все равно проходить. Так, заметки. Уборка. А, боже, ненавижу уборку. Мама сказала мне прибраться в комнате. Так, мама попросила убрать все мои игрушки в сундук. 0 из 16. Это, типа, нужно делать обязательно или нет? Так, ладно. Подождите. Уборка означает, что, видимо, их нужно складывать обратно. Что-то я нашел. Вау. Подожди. Там еще что-нибудь есть? Так, я нашел еще новые вещи. Этот ингалятор я почти никогда не выпускаю из рук. Так, подожди, они что, одноразовые? Я же уже находил ингалятор. Один. То есть они одноразовые. То есть, видите, она вот пшикнет этот шарик. А колбу берет его в губы и вдыхает воздух. Получается, что он одноразовый. То есть, когда у меня будет приступ, если у меня не будет этих ингаляторов, я буду терять сознание. Это печально, на самом деле. Ладно. Новые воспоминания. Страшный сон. Так. Прекрасный день. Я обожаю воскресенье. Можно нежиться в кровати до полудня. Почему-то именно по воскресеньям я хорошо запоминаю то, что мне приснилось ночью. Может, из-за того, что сплю. Сколько захочу. Пока не закончится сон. До того момента, пока я его не досмотрю. Как кино. Сегодня мне приснился довольно странный сон. Обычно мне снится мама или путешествие в дальние страны, знакома с основными людьми. Сегодня мне приснился Стефан. Мы играли с ним в прятки, и я спряталась в шкафу. У себя в комнате. Я почувствовала что-то странное за спиной. В спину резко ударило теплом, словно я прислонилась к печи. Я обернулась и будто бы провалилась в стену шкафа. За шкафом была какая-то пещера. Кругом все было в огне. Все горело ярким пламенем. Мне стало очень страшно. И внезапно что-то вышло из пламени и хотело напасть на меня. После этого я проснулась. Ху. Так, новое воспоминание. Окей. Окей. Так, подожди, заметки. Я 0.16, да? Допустим, давайте мы сейчас все вещи сейчас бросим. Ну как, не все, а частично. Допустим, вот кубик. Опа. Так, это как-то отобразилось? 2. Да, отобразилось. 2.16. Ну что, давайте сделаем, попробуем полностью уборку. Опа. Я тут сижу, значит, делаю уборку. Стою, и внезапно шкаф зашевелился. О, черт подери. Птица? Откуда ты взялась? Боже, я реально... Я вздрогнул. Так, подожди. Где она? А, вот она. Она вылетела в открытое окно. А это нормально? При приближении, видите, здесь что-то есть. А, это тот, кто из-за воспоминаний места, о котором она говорила. За шкафом там, типа, еще жара, помните, огонь. И что-то вышло. Короче, сейчас, подождите, я иду уберусь. Так. 14 из 16. И как-то вот у меня большая проблема. То есть, я почти все нашел. И я знаю, что вон там, видите, наверху еще есть кубик. Я уже все подготовил, чтобы его взять. Вот тут можно на стуле вставать. Вещи можно переносить. И можно брать нужный мне кубик. Это все, конечно, офигительно. Вот только последний 16 предмет я не могу найти. Без понятия, где он. Я все обшарил. Ну, разве что, может быть, здесь? Нет. За ящиком ничего. Возможно, еще там за кроватью. Но, видите, я никак не могу убрать покрывало. Ладно. Надеюсь, что... Мне кто-нибудь потом подскажет. Так, вот это вот что? Мне любопытно. Так, подожди. Что за измерение? Оу. Пещеры? Что это было? Я сплю. Я в очередной раз попал, видимо, в кошмар. Так, покинуть пещеру моя задача. О! Можно посмотреть на себя. Да, нужно подумать. Что-то мне... Заметки. Зеркало в пещере. Все, что ты видишь, все обман. На кусочки треснет. Не верь своим глазам. Это все исчезнет. Покинуть пещеру моя текущая задача. Не верь... Пещере. Не верь отражению. Вот там наверху что-то висит. В отражении вроде бы тоже висит. Еще два крюка есть. Тут вроде тоже есть. Ладно. Разберемся. О, боже. Часть... А, это часть куклы. Показалось, часть человека. Оу. Голова? Бросить. Окей. Так, можно посмотреть. Еще одна голова. Очень много голов. Ну, хотя бы просто кукольных. Бросить. Зачем? Может нужно бросить туда? Ага, понятно. Разбить зеркало. Мост. Оу, аккуратно. Падать будет больно. Хотя там... Оу. Чуть-чуть-чуть. Нельзя на одну сторону. Желательно идти по центру. О! Птица. Мерзкая птица. Я тебе покажу, блин. Так, что-то у меня приступ начинается потихонечку. О-о-о-о. Подкрадывается приступ. Но у меня вроде как в запасе есть один... Ингалятор. Так что нормально все. Я просто не знаю, сейчас ли его использовать. Зеркало разбито. Так, а загадка с зеркалами. С помощью этих зеркал можно осветить пещеру. Но одно из них разбито. Ну, естественно, нужно, видимо, какой-то обломок сюда... ...зафигачить. А еще здесь жутко с темном. С виду вроде как пустой шкаф. Это дело можно вращать. Толку от этого немного. Так, подожди. Слишком темно. Я не хочу туда идти без света. Ага. Свет падает вот от этой расщелины, правильно? Ага. Ну, что я могу сказать? Может... ...вернуться обратно и взять часть зеркала? О! Это что? Та-дам! Халявный ингалятор. Так, ладно. Видимо, нужно найти где-то часть зеркала. Ставить сюда. Погнали обратно пройдем. Может, там зеркало разбили? Там наверняка есть какая-то часть. Точняк. Осталось торчать зеркало. Та-дам! Нашел предмет. Теперь обратно. Ну, давайте посмотрим, как здесь использовать. То есть, брать вещь. Ага. Ага. Берем. И ставим сюда. Во, идеально. Теперь нам нужно немножко повернуть, чтобы осветить наш путь. Допустим, вот так, да? Мне страшно. О, боже. Видимо, не так я сделал. А, вот еще зеркало. Точно, точно, точно. Ладно. Тогда мы сделаем по-другому. Это сюда. Так. Это зеркало мы подвинем вот так. Сюда. А вот это туда. Ну, типа как-то так. Нужно работать, по идее. Лады. Получилось. Ху-ху. Я осветил путь. Во, кто здесь мастер? Хе-хе. Зеркальщик. Освещальщик. Вентиль. И очередная голова ребенка. Ну как? Голова куклы ребенка. Напоминающий человек, да, скала? Так. Подозрительное вроде бы зеркало, но... Дико грубые, пошарпанные. Так, подождите. А где мне нужно было использовать вентиль? Что-то я не помню. Может, та дверь в самом начале? Я просто не обратил на это дело внимания. Может, там... Может, там есть была какая-то дыра? Для вентиля. Что это такое? Вау! Часть самолета внезапно упала. Охренеть! Даже достижения вон забабахали. Иду себе такой. Ни о чем не думаю. И летит самолет. О! Началось, да? Так. Где мой ингалятор? Фух, вроде полегчало. Какого макара сюда, блин, упал самолет? Откуда он взялся? Если бы это была какая-то авиакатастрофа, должен был быть звук, шум, грохот, взрыв. Нет? Ага. Незамочная скважина. Это место, видимо, для вентиля, да? Сейчас мы тогда его заюзаем. Опа. Так, вращаем, вращаем, вращаем. Открываем, давай. Ай, тяжелая, блин, дверь-то. Боже, сколько кукол. Это похоже на море из кукол. Откуда они здесь взялись? Фух. Хорошо, что я смотрел в другую сторону. Так, что это? Фонарик! Флэшлайт! Еее! Только не говорите, что еще нужно батарейки искать. Можно присесть. Зачем-то. Видимо, чтобы не обжечься, да? Так, подожди, подожди. Там что? Так, подожди, там вон какой-то активный предмет. Как его взять? Может, подкинуть? Нет? Оу! О, нет! Это он! Что? Кукольный голем? Я хочу поиграть, и не боюсь тебя больше! Так, тут, по-моему, что-то поменялось. Фак, 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 фак. Так, тут что-то поменялось. Я хочу поиграть с тобой. Говорит он так. Типа босс, да? Так, ты щиток. Включите питание, чтобы открыть двери. Так, подожди. Давай, поиграем, говорит, в прятки. Он меня потерял. Так, что здесь нужно делать, блин? Ага. Как это работает? Как? Что я должен делать? Черт, я пока не совсем понимаю. А, так он нормально работало. Боже. Оно работало нормально. А, черт! Боже, меня убило током. Можете меня поздравить? Я иду искать, и начинаю я опять отсюда. С этого непонятного места. Боже. А, то есть этот работал. Нужно найти неработающий. Там все правильно повернуть. Видимо, сделать таких три штуки. И, в итоге, запустить ток. Так, похоже, делаю вот этот вот первый, да? Так, тихо-тихо-тихо. У него шаги прибавились. Черт заметил. Ух ты! А что у него башка загорелась? Я тебя поймаю. Нет, не поймаешь ты меня. У меня фонарик есть. Обломись. Так, шкафчик. Тут, кстати, можно засесть. Если что. Так, сделаем. Так. Так. Ну, типа так. И типа так. Во, идеально. Нет, не идеально. Вот так идеально. Закрываем. И типа включаем, да? Во! Ха-ха! Так, первая есть. Осталось еще две. Там у меня... Где он-то меня прогнал? Тихо вам, шубтунет. Че? О! Стефан с папой любят мастерить всякие штуки. Интересно, чем они вдохновляются? Блин! Это же робот! Помните из игры, как его называют? Блин, забыл название. Про роботика я проходил на канале. Не машинариум, а... Механизм. Вот, моя игра называлась Механизм. У меня на канале есть прохождение этой игрушки. Там пять серий. Такой прикольный тоже квест. Вот про этого роботика, который был один в мире. И... Тоже там у него была куча разных задачек. Пасхалка! Блин, приятно. Обязательно, если вы вдруг не смотрели прохождение Механизм, вбейте это в поиск на моем канале или просто на Ютубе. Так. А, это запчасть, что-то такое, что я нашел. Фонарик-то понятно. Подожди, а это че? Детали. А, видимо... В каком-то, видимо, из электрощитков не будет хватать деталей. Только буду найти этот щиток. Я немножко потерял. Ага. Вот сюда мне нужно попасть. Ого. Как бы током не грохнуло. Или... Или подожди. Ну, голыми руками трогать, это не самая лучшая идея. Мне нужна... Или... Или все-таки... Ахаха! Нет, лучше не надо было. Я просто не знаю, больше думал, как-то прокомментирую ты это. Для начала. Что? Что это было? В очередной раз я захожу уже, наверное, раз... Четыре раза я умирал. Чуть-то внезапно меня вытолкнуло. Эй. Это наглость. Я хочу поиграть. Обойдешься. Поиграй с кем-нибудь другим. А мне нужно... Найти электрощиток. Ааа, это меня не видел, не видел, не видел, не видел. Черт, 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 черт. Так, все, одну деталь я... На место вернул. Так, это мы сделаем вот так. Сделаем вот так. Это мы сделаем... Вот так. Потом перевенем вот так. А это мы вот так. Идеально. И теперь... Нет, подожди, не-не-не. Вру-ру-ру-ру-ру. Какой идеально? Вот, вот теперь идеально. Так, забираем. Да, два из трех. Ингалятор, помогай. Мне явно нужна помощь. Так, нужно найти третий щиток. Ааа, так третий... Щиток-то у меня уже... Работает? Тут просто, видите, кабель... Отсоединен, поэтому нет питания. Но у меня там подключен. Это там, где меня впервые шиндарахнуло током. Он тупо стоит и ничего не делает. Уходил немножко, подлагал. Вот он, щиток. Может, нужно сначала вырубить ток. Так, вырубаем. Сейчас там, наверное, не будет электричества. Что с ним делать? Он поднял подвис немножко. Берись. Так. Ааа, все. Отключить. Сцепить провода. И, собственно, включить обратно. Я знаю, почему у меня забаговался наш друг. Кукольный. Все. Я все сделал. Юный электрик. Дождали достижения. Так. Что там за дверью? Выход, наверное, из этого кошмара, да? Блин, все ли я нашел? Ну ладно, плевать. О! Надеюсь, мама не будет ругать меня. Так, я весь выпучкался. Нормально. А, Мишка? А я, помните, все, гадал, где же... Так, подождите. А что, игрушки все вернули, что ли, обратно? Ну-ка, подожди. Вещи убрать. Заметки. Щиток я уже сделал. Уборка. Все, да, новое сделать. Ага. Ну, возможно, кто-то новый появился. Какая-то новая игрушка. Потому что я вроде все убирал. Но все откатилось. Обратно. Возможно, теперь... Я, кстати, теперь могу выйти в коридор. Потому что, собственно, она боялась выйти. Говорила, что там очень темно. Так, давайте-ка мы тогда еще раз все уберем. Может, реально что-то новенькое появилось. Может, вон, чемодан появился. В чемодане два ингалятора и... Воспоминания новые. Подожди. Вещи. Так, давайте почитаем. Так, муравьи страшный сон я читал. Тот ужасный день. Вот. Новое воспоминание. Видимо, связано с деревьями, да? И вон шарфик на ветке. С того дня, когда пропала Эмма в лесу, прошло уже три недели. Я не могу спать и есть. Я винив себя в том, что не смогла найти ее в тот вечер. Когда мы играли с ней в салки. Все время, я думаю о том, что она, наверное, сейчас одна в лесу, не может найти дорогу домой. Почему ее никто не ищет? Ее родители ни разу не позвонили нам и не рассказали никаких новостей. Как будто Эмма внезапно стала никому не нужна. Ага. То есть, возможно, с нашей девушкой... Когда-то была... Ну, дружила какая-то Эмма. Эмма, видимо, была подругой нашей героини. И однажды, играя в лесу в салки, Эмма пропала. И с тех пор ее никто не нашел. Это очень печально, да. Я согласен. Побороть свой страх. Так, народ. Только что вы наблюдали, что я был с Мишкой. Я не знаю, как так получилось. Но мне посоветовали, типа, взять медвежонку с собой. Я решил просто проверить, переиграть, и реально это работает. То есть, вы не удивляетесь, такому внезапному переходу. Я не нашел... Ну, я убирался, я не нашел последнюю игрушку. И оказалось, что последняя шестнадцатая игрушка, ее в доме-то и нет вообще. Она здесь. Помните, это вот та кукла, которая была приклеена к стене частью детальки. Ну, частью щитка. Вот эта кукла, я ее взял. То есть, нам нужно было эту куклу взять и принести обратно в тот мир. То есть, понимаете, если мы этого не сделаем, то никак мы все игрушки не соберем. И мне еще посоветовали взять медвежонка. То есть, я взял, просто проверил, меня поймал этот кукольный голем. И реально, он просто рассыпался, увидев моего медвежонка. Так. Главное, чтобы его не потерять. И все это дело мне нужно потом будет вернуть обратно. Так, я только что включил все три щитка. Чисто в теории, теперь можно идти обратно в реальность. Только вот... Я не знаю, как мне обе игрушки забрать. О! Бросилась. Бросился наш медвежонок. Это тоже туда. Я не брошу тебя. Вот, достижения дождали. Вот. Спасибо всем, кто мне об этом сказал. Не буду говорить, кто. Но только так, можно получить последнюю шестнадцатую игрушку. Ну все. Вот теперь я спокойно могу собрать их все. Наконец-то. Медвежонок на месте. Вот она, кукла, которой раньше не было. И вот она, в общем-то, вторая кукла. Они получаются две близняшки. Одна, видимо, символизирует меня, а другая символизирует некую пропавшую... Как там ее Эмми, вроде, да? Кстати, я кое-что обнаружил. Дело в том, что, когда мы умираем, помните, и оказываемся в каком-то доме или маяке, и там была девочка, которая убежала. Так вот, она и есть Эмма. Вот, Эмма. В общем, такие дела. Собираем игрушки. Ну, торжественный момент. 15 и 16, и это последний кубик. Да. Что? Там что-то прошуршало? Как будто в ящике. Нет? А что прошуршало-то? Так, тут что-то... А-а-а, в мусорной корзине появилась бумажка. Ее раньше не было. Ну-ка, что это? Так, ну, бурку я сделал. Новые воспоминания. Каникулы. Так, давайте почитаем. Утром папа сказал, что мы не идем в школу. Мне нужно пройти домашнее лечение. Так, как астма обострилась. А Стефану папа назначил профилактику. Потому что он тоже начал сильно кашлять. Папа договорился со всеми учителями о длительном больничном. И взял для нас домашнее задание. Я не расстроилась, что не буду ходить в школу какое-то время. Тем более, Эмма больше не ждет меня перед школой. И все опять же Эмма. Видимо, наша героиня очень сильно страдает без своей подружки. Ну, наверное, кто бы не страдал, когда друга... Ну, друг пропадает. И его больше никто не видит. Это печально. Так, ну что, друзья. Думаю, что на первую серию хватит. Во второй серии пойдем изучать этот мрачный дом. И что там дальше будет. Вся это уже другая история. Поддержите мое прихождение. Ставьте лайки. Вступайте в группу ВКонтакте. И жмякайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Это был Нептун и прихождение Never Again. Желаю добра и позитива, друзья. Всем пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok